SCP-2571 Парк Крэглвуд Объект номер SCP-2571 Класс объекта Ювклит Особое условие содержания Управляемая организацией БОТ Айо Мандела Мониторит онлайн-сообщество на предмет обсуждений, касающихся SCP-2571 МОК-ФИ-7 Посмешище Расследует эти обсуждения и принимает решения о необходимых действиях в каждом отдельном случае Описание SCP-2571 Это повторяющиеся воспоминания из детства о несуществующем парке отдыха Парк Крэглвуд Предполагается, что 0,0.5 населения мира поражено SCP-2571 Однако недавние свидетельства указывают на то, что это число может возрастать Изначальный вектор распространения SCP-2571 пока неизвестен Но замечено, что SCP-2571 наиболее часто появляется у взрослых, бывших единственным ребенком в семье Поначалу воспоминания о парке Крэглвуд успешно подавляются амнезиаками Но после прекращения их приема воспоминания, как правило, восстанавливаются Несмотря на то, что описания воспоминаний различаются, несколько деталей остаются неизменными На момент посещения парка Крэглвуд субъекту было от 4 до 12 лет В парке было много персонажей, в основном антропоморфных вариантов деревьев и растений Субъект не был под присмотром взрослых На территории парка была слышна музыка, исполняемая на Калиопе Субъект был в парке со множеством других детей и никого не знал В парке был только один аттракцион – карусель Хотя другие дети катались на этом аттракционе, сам субъект не катался Истинная природа SCP-2571 и парка Крэглвуд расследуется Приложение 2571.1. Протокол интервью Дата 16 ноября 2002 Опрашивающий доктор Рейнер Опрашиваемый репи Дукаса Начало протокола Рейнер, что вы помните о парке Крэглвуд? Опрашиваемый Господи, вы ради этого затеяли беседу? Это просто кошмар, который мне время от времени снится Рейнер, можно поконкретнее Опрашиваемый Точнее мне, вот как кажется Он может быть основан на реальном парке В котором я действительно бывал, понимаете? Воспоминания размылись из-за психологической травмы Рейнер, о чем был кошмар? Опрашиваемый Я вошел в парк отдыха Это как Диснейленд, но поменьше Нет никаких аттракционов Только это длинная извилистая дорога через лес Все яркое и цветастое, как в мультике И те деревья вокруг меня, но... Рейнер, расскажите о деревьях Опрашиваемый У них были лица, и они пели У них был придурковатый веселый внешний вид, как в старых мультиках И они просто пели Смеялись и пели Рейнер, вы можете рассказать что-нибудь еще? Опрашиваемый Там была музыка, которая играла повсюду Как орган, но не такой, как можно услышать в церкви Больше похоже на то, что можно услышать на карнавале Рейнер До этого вы утверждали, что там не было никаких аттракционов? Опрашиваемый Ох нет, господи, нет, я перепутал Там были аттракционы Один был Только один аттракцион Это та штука, где лошади скачут по кругу Вы понимаете, о чем я говорю? Рейнер Ну да, карусель Опрашиваемый Точно, это штука Вот откуда шла органная музыка Рейнер Вы там были один? Опрашиваемый Нет, там были и другие дети со мной Хотя они были не слишком счастливы быть там Мы все улыбались и смеялись Мы делали это только, чтобы не заплакать, понимаете? Чтобы обмануть деревья Чтобы деревья не видели, как мы напуганы Чтобы деревья оставались счастливыми Рейнер Оставались счастливыми? Опрашиваемый Ага Рейнер Вы можете рассказать нам еще что-нибудь? Опрашиваемый Да я хзы, ну мне не снилось это много лет уже Эм, думаю Есть там еще одна штука в самом конце Рейнер Пожалуйста, расслабьтесь У вас есть столько времени, сколько потребуется Опрашиваемый Закрывает глаза Когда я уже собираюсь уйти Я вижу что-то Маленькое дерево Прорастающее рядом с моей ногой Оно смотрит на меня Оно улыбается Скалится вовсю шире С шальным таким довольным видом Когда я его вижу, то начинаю кричать Вот тогда я и просыпаюсь Рейнер А почему дерево заставляет вас кричать? Опрашиваемый открывает глаза Потому что у него мое лицо Конец протокола Протокол интервью от 2 сентября 2003 года Опрашивающий доктор Рейнер Опрашиваемый Джанин Елинг Начало записи Рейнер Вы вообще хоть раз катались на той карусели? Опрашиваемая Что, черт возьми, нет, вы спятили? Рейнер Тогда что произошло, когда вы к ней подошли? Опрашиваемая Некоторые дети забрались на нее А я вот не полезла Те, кто полез, некоторые из них улыбались Некоторые плакали Некоторые обнимали тех, кто не залез на карусель Некоторые обнимали друг друга Рейнер А что произошло потом? Опрашиваемая Они начали кататься на карусели Потом мы ушли Рейнер А что с ними случилось? Опрашиваемая Да откуда мне знать? Мы ушли Рейнер То есть вы их бросили? Опрашиваемый раздражается ещё сильнее. Да, мы их бросили. Что вы думаете, нам было постоять, подождать, посмотреть, во что это выльется? Рейнер, простите, я не хотел вас в чём-либо обвинять. Вы были всего лишь ребёнком, никто не ждал от вас опрашиваемые. Вот именно, я была странным ребёнком посреди долбанного кошмара. И я, я просто... Опрашиваемый мотает головой. Я просто... Вы даже не представляете, каково мне было об этом даже просто говорить. Я от этого чувствую. Я не хочу об этом говорить. Просто хочу, чтобы это забылось. Что вам мешает просто? Ну что бы? Опрашиваемый начинает всхлипывать. Опрашиваемый. Простите, я просто... Рейнер, вам не за что извиняться, миссис Ерлинг. У вас был глубоко травмирующий опыт. Опрашиваемый продолжает всхлипывать. Опрашиваемый. Я просто... Я просто не понимаю. Рейнер, я могу вас понять. Во всём этом опыте не видно никакого смысла. Опрашиваемый. Сдавленные рыдания. Нет, не в этом дело, не в этом просто. Рейнер, что такое? Опрашиваемый. Один из детей, из тех, кто решил покататься. Рейнер, да. Опрашиваемый. Почему? Почему он обнял меня? Я не... Я даже не знаю, кто он. Опрашиваемый рыдает ещё громче. Конец записи. Протокол интервью от 12 июня 2014. Опрашивающий доктор Рейнер. Опрашиваемый Рэндольф Блэр. Начало записи. Рейнер. Я бы хотел поговорить насчёт видеокассеты. Опрашиваемый. Боже. Рейнер. Я понимаю, что... Опрашиваемый. Вы народ просто не допираете. Я не хочу обсуждать ничего из этого с вами. Блять, не надо было мне говорить это своему психологу. Это сраная сучка. Рейнер. Пожалуйста, мистер Блэр. Мне необходимо, чтобы вы сосредоточились. Опрашиваемый. Со вздохом. Давайте уже. Рейнер. Это кассета. Откуда она у вас? Опрашиваемый. Понятия не имею. Не блять, малейшего. Я нашёл её на чердаке, когда разгребал всякое дерьмо. Я думал, что это просто старая копия охотников на привидения или типа того. Рейнер. Вы узнаёте что-либо из показанного на ней? Опрашиваемый. Да я не знаю. Да, это из кошмаров. Такая же херня. Точно такая же. Может, мне кто-то показал эту кассету, когда я был мелким? Рейнер. Вы жили в этом доме на протяжении всей вашей жизни? Опрашиваемый. Ну да. Рейнер. Вы жили в этом доме с вашими родителями? Опрашиваемый. Ага, к чему это? Рейнер. Передняя спальня? Опрашиваемый. Слушай, я не хочу говорить об этой херне, окей? Рейнер. Я понимаю, но мы должны понять, что происходит, мистер Блэр. Почему передняя спальня? Опрашиваемый. Я не знаю, я нахуй не знаю. Там всегда валялся всякий хлам. Но в ней никто не спал. Потому её и держали на замке, ясно? Не задумываюсь на эту тему. Рейнер. Я понимаю, мистер Блэр. Я просто должен спросить. Опрашиваемый, мы закончили? Рейнер. Да, мне нужно задать вам ещё один вопрос. Опрашиваемый. Валяй. Рейнер. Мистер Блэр. Вы точно были единственным ребёнком в семье? Опрашиваемый отказался отвечать. Конец записи. Примечание. Опрашиваемый отказывался от всех давнейших интервью. Приложение 2571.2. Протокол видеозаписи. Данный протокол описывает содержимое видеокассеты, найденное на чердаке Рэндальфа Блэра. Слово «Крэглвуд» написано на ярлыке «кассеты», обыкновенным чёрным фломастером. Начало записи. Тяжёлое дыхание. Трясущаяся запись гравийной дорожки в лесистой местности. Музыка Калиопа вдалеке. Изображение переходит на других детей, идущих по дорожке. Некоторые из них держатся за руки. Вид переходит на гравий. Тихие всхлипывания. Голос 1. Шёпотом говорит. Мне страшно. Голос 2. Шёпотом. Тш, всё нормально. Всё хорошо, не плачь. Надо улыбаться. Слышно пение вдалеке. Голос 2. Шёпотом. Улыбайся. Улыбайся, пожалуйста, просто улыбайся. Изображение размывается. Слышно искажённое пение и музыка Калиопы. Глубокий загадочный смех. Пение и музыка становятся громче. Голос 2 говорит. Шёпотом. О боже. Слышные помехи. Примерно дюжина детей стоят вокруг карусели. Голос 1. Шёпотом. Что происходит? Голос 2. Тш, просто пение становится громче. Голос 2. Шёпотом. О боже. Голос 1. Шёпотом. Что они? Что они? Голос 2. Слушай, ты должен. Изображение переходит вниз на гравий. Голос 2. Прости, прости, ты должен уходить. Ты должен. Голос 1. Нет. Тайнее. Пение становится громче. Слышны звуки детского плача. Голос 2. Уходи, пожалуйста. Прости меня. Со мной всё будет нормально. Просто слышны помехи. Изображение сильно раскачивается. Камера быстро движется по лесной дорожке. Тяжёлое дыхание. Пение вдалеке. Голос 1. Шёпотом. Нет, нет, нет. Камера рывком направляется вверх, затем вниз. Теперь в центре изображения видно лицо. Голос 1. Плача. Нет, 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 пожалуйста, нет. Лицо смотрит вверх и улыбается. Голос 1. Плача. Нет, нет, нет. Второй голос начинает петь. Конец записи. SCP-437. Лето 1991 года. Объект номер SCP-437. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-437 по периметру ограждён забором. На месте должны присутствовать растения и воды фонда. Для наблюдения и ухода за экземплярами SCP-427-А. Эксперименты с объектом запрещены и находятся на рассмотрении комитета по этике. МОК Йота-10 проклятые федералы выслеживают всех ЛПИ, связанных с SCP-437, и передают под надзор фонда вместе с их детьми. Описание. SCP-437 – это большая роща деревьев, расположенная в детском лагере Лейквуд, Еленбинс, США. В ней произрастает 64 экземпляра SCP-437-А. SCP-437-А – это многочисленные деревья, характерные для Северной Америки. Каждое дерево серьёзно поражено антракнозом. Содержит атипичные внутренние структуры и большое количество человеческой крови вместо сока. SCP-437 был обнаружен фондом в 2011 году, через 20 лет после закрытия летнего детского лагеря. Записи о трудоустройстве в детском лагере Лейквуд не найдены. Все люди, посещавшие лагерь летом 1991 года, являются личностями, представляющими интерес, и находятся в розыске. Приложение 437.1 – протокол интервью. Личность, представляющая интерес 437-15, была задержана после совпадения анализа ДНК-образцов, взятых у экземпляра SCP-437-А, с больничными записями фонда. Допрос от 15.09.2014. Опрашиваемый. LPE-437-15. Саманта Бланшетт. Опрашивающий. Агент Беннетт. Начало аудиопротокола. Опрашивающий. Вы посещали лагерь Лейквуд в 1991 году? L-15. Так дело в этом? Эм, ну да, это было. Два десятка лет назад. Надо же, мне было 15. Кажется, столько воспоминаний. Опрашивающий. Что вы помните о своём нахождении там? L-15. Самое лучшее место. Смеётся. Это было замечательное место. Мне было очень грустно уезжать. Особенно после того, как мы узнали, что оно закрывалось. Я завела там много друзей. Получила массу великолепных воспоминаний. Думаю, именно там я впервые поцеловалась. Опрашивающий. Вы видели какие-нибудь странные деревья к югу от лагеря? L-15. А? Опрашивающий. В двух километрах на юг была роща. Вы знали о ней? L-15. Да, конечно, мы знали о ней. Опрашивающий. А в каком смысле вы знали о ней? L-15. Смеётся. Это была всякая детская чепуха. Понимаете, байки, которые травили вожатые у костра? Про жуткие деревья у южной дороги? Про что-то запертое внутри них? Сходи туда ночью, приложи к коре уху и услышишь, как оно поёт. Опрашивающий. Поёт? L-15. Ну да, детская чепуха, я же говорила. Опрашивающий. Вы когда-нибудь сами там бывали? L-15. Молчит. Опрашивающий. Миссис Бланшетт. L-15. Что? Ой, извините, я никогда туда не ходила. Слишком боялась, наверное. Знаете, это было сумасшедшее лето, иногда я скучаю по тем местам. Конец аудиопротокола. Примечание. Вскоре после интервью L-437-15 сбежало из-под надзора фонда неизвестным, предположительно аномальным способом. В ходе последующих расследований выяснилось, что все L-5, связанные с SCP-437, были недавно объявлены пропавшими без вести. Приложение 437.2. E-mail с обновленными данными. От кого? Доктор Вайс. Кому? Директор зоны Август. Тема. Свежие данные. Радиологическое и ультразвуковое исследования показали наличие гуманоидных костных и мягких тканей. В каждом экземпляре SCP-437-A. Органы вплетаются в деревья и кажутся функционирующими лишь частично. Несмотря на сильную деформацию, удалось выяснить, что строение большинства костей характерно для подростков 13-16 лет. В ряде случаев деформация челюстей была минимальной, что позволило нам определить несколько экземпляров по зубным картам, сделанным до 1991 года. Я думаю, что ваши LP это вовсе не постояльцы лагеря Джеремая. Я предполагаю переозначить их как часть объекта. Что касается экземпляров SCP-437, я хочу поставить вопрос об их эвтаназии. Они пробыли там в течение 20 лет. Если вы приложите ухо к коре, вы сможете их услышать. Звук слабый и приглашенный, но вы без проблем сможете их услышать.